Итоги года подвели в Законодательном собрании Новосибирской области в числе журналистов, в которых отметили парламентарии, почетную грамоту получили за работу и наши коллеги-коллектив «Радио 54». Что касается основных законопроектов года, кроме утверждения областного бюджета, обсудили концессии и государственно-частное партнерство, также ситуацию с особо охраняемыми зонами. Успешной признали программу комплексного развития сельских территорий. Она позволяет решать многие проблемы в районах области от газификации до строительства сельских школ. А депутаты уже планируют работу в новом году. Один из важнейших пунктов повестки – ситуация вокруг регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Во многих регионах по нескольку рекоператоров. Есть регионы, даже Сибирского федерального округа, где до семи рекоператоров. До семи, по-моему, Алтайский край. Ничего страшного не происходит. По Томску были проблемы, по Алтаеву. Люди просто быстро меняют и находят других. Я сейчас не буду рассуждать, надо с ними расторгать или не надо. Но действия, которые сейчас происходят, самого вопроса и все остальное, конечно, это настораживает. Но то, что это будет, наверняка, одним из вопросов и на следующей сессии, и в следующем году, 3 февраля, это точно, потому что ситуация напрягается. Вопрос сложный, и его необходимо решать. Просто решать, хотя его решить наобладанных данных.